РАДОНИШ Говорит радиостанция «Радонеж» Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. В эфире программа «О чем молчит Библия?» Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Морнов. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос, истинный Бог наш с радостью пасхальной всех слушателей радиостанции «Радонеж». Сегодня Сергей Дмитриевич пришел не с пустыми руками, в его руках сияет и благоухает типографской краской его новая книга, которая называется «Пророк и цари». Мы об этой книге говорили в одной из наших предыдущих передач, наверное, уже полгода назад примерно, да? Да, где-то полгода назад, но тогда вся задержка была с художником, который задерживал прекрасные рисунки, наполна мне рисунков. Вот, и, наконец, вот все сделано, и книжечка вышла, приехала в Москву, она у меня в руках. И если у вас будет желание ее приобрести, эту книжечку, где она будет продаваться, я не знаю, знаю точно наверняка про одно место. Это все выставки, которые проходят, православные выставки, которые проходят в Сокольниках, в павильоне «Красная горка». Там работает такая замечательная женщина Лена, она мало того, что вам расскажет про мою книжку, но еще про все остальные книги расскажет, которые продаются. Я мало знаю людей, которые так свободно и легко и с таким энтузиазмом ориентируются в православной литературе. Вот заодно и с Леной. И познакомитесь, и книжечку мою купите. Павильон «Красная горка». Все выставки Сокольника, в том числе и ближайшие. На всех этих выставках присутствует и наше радио. Там наш исполнительный директор Кирилл Константинович и его прекрасная супруга. Прекраснейшая его супруга по имени Зиновия. Замечательная совершенно женщина. Я уже вручил ей свою книжечку. Кстати, моя новая книжечка «Пророк и цари» имеет прямое отношение к теме нашей передачи, о чем молчит Библия, поскольку в ней центральный эпизод. Вот великое историческое событие, о котором не сказано ни слова в Библии, но в котором принимали участие многие-многие библейские персонажи. Это битва при Каркаре. Ну, а мы вернемся к нашим, ну, уже не неандертальцам, а вернемся к нашим допотопным предкам. И поговорим о том, что они оставили нам в наследство, о тех следах, которые остались от их цивилизаций. Ну, да, но сначала все-таки надо несколько слов сказать о датировке, вернуться к проблеме датировок, потому что и вернуться к проблеме потопа, самого потопа, о чем мы имеем право говорить, о чем мы право говорить не имеем. Вот мы же люди верующие, следовательно, мы верим каждому слову Священного Писания. Священного Писания – это обязанность. И куда бы нас не уносила фантазия, она все-таки должна основываться, ну, во-первых, на твердом камне веры, а во-вторых, фантазировать мы имеем право, но мы прежде всего обязаны верить, вот, а во-вторых, все-таки на фактах, на фактах железобетонных. Я сказочник и фантазер, но и все-таки любая фантазия должна стоять на базе железобетонного факта. – Фантастика должна быть научной. – Фантастика не должна быть лживой. Я повторяю много раз, что я честный сказочник, то есть за неправду выдаю чистую правду. Чем отличаюсь от реалистов, которые делают ровнооборот? – Сказка-ложь, давний намек, добрый молодцы урок, но, насколько я понимаю, вы не лжете. – Стараюсь, стараюсь, потому что мы ответим за каждое слово, что раньше нас с вами поняли прекрасно уголовники, за базар ответишь. Ответим, еще как ответим за каждое сказанное нами слово. Поэтому вот к датировке вернемся, когда произошел всемирный потоп. Вот дату назвать надо всемирного потопа сначала по Библии. Вернее, не по Библии, а по трудам и отцов церкви, и ученых, вычислявших по Библии эту дату. Это 3260 год до н.э. 3260 год до н.э. Значит, здесь мы сразу же натыкаемся на противоречие с иудейской датой. На том же источнике, только у нас высчитывали на септуагинте, на греческом переводе, с 3 века до н.э. Перевод, 70 толковников септуагинта. А они высчитывают иудеи, высчитывают на современной торе, переизданной и перепереизданной торе. Разница в тысячу лет. По иудейским представлениям, всемирный потоп произошел 2200, не помню какой, год до н.э. Ну, вот они вот так, у нас разница в тысячу лет получается. Почему? Не знаю. Не знаю. Видимо, потому же нельзя с линеечкой подходить. Я сразу скажу, я уже говорил, еще раз повторюсь, я против таких вычислений. Я против таких вычислений, потому что они, на мой взгляд, не имеют права быть. Почему? Вот просто вот посмотрим, сравним, посмотрим эту дату. 3260 год до н.э. Хотим мы этого или не хотим, но это уже история. Это уже непрерывный поток исторических событий. В Египте в это время соперничают между собой три царства. Дерутся насмерть за объединение Египта, которое состоится примерно в 3000 году до н.э. под властью фараона Нормера. Ну, его еще по-другому называют. У него несколько имен. Вот. Ну, общепринятый Нормер. Мы знаем имена некоторых фараонов, живших необъединенного в Египте. Конечно, фараонов отдельных царств египетских, еще до объединения. До династического периода. Которые жили до потопа. Ну, если следовать вот этой дате, вот этой дате вычисленной, то они жили до потопа. Это Скорпион II, например, ходивший на ливийцев. А был ведь первый, да? Еще когда-то. История Египта начинается разродненных царств. И отдельных Номов областей. Это греческое название, Ном, египетское другое. Значит, она начинается раньше. Она, по существу, с начала четвертого тысячелетия до нашей эры. Такая вот штука. Куда это все деть? Но это же есть. Понимаете? А ведь это уже и письменная история. Мы знаем египетскую письменность. Благодаря французскому ученому Шампальону и услужителю, предоставленный в его распоряжении билингви. То есть, текст с двумя надписями на разных языках одного и того же текста. Значит, мы знаем, что происходило. Перерывы есть, лакуны есть, конечно. Смутные времена есть. В истории Египта там по сто лет провалы бывают. Но в основном знаем. А чего не знаем, спросим у шумеров. У шаницы расскажут точно, а они еще древней. А они ведь еще древней. Это период городов. В четвертом тысячелетии, с начала четвертого тысячелетия до нашей эры, у человечества уже строятся города. Городские цивилизации возникают. И письменности. Но не получается у нас потоп. Но никак не получается. Хочется, а не получается. Так что, вот по этой причине, по этой причине я просто отвергаю вот эту даровку. Сергей Дмитриевич, а по вашему мнению, когда примерно мог произойти потоп? Если по шумерским источникам, а шумеры имеют миф о потопе, причем очень-очень похожий на то, что написано в Библии. Было реальное событие, о котором помнит все человечество. Все цивилизации, без единого исключения. Хоть и даже заокеанские. Все цивилизации мира этот миф повторяют. Даже в мелких детальках, не связанных друг с другом народов, никак не связанных, этот миф совпадает. Рассказ. Это свидетельство до подлинности события, о котором рассказывается там нагромождение выдумок, связанных с национальными особенностями и верованиями людей. И вдруг пробивается четко, совершенно точное совпадение с тем, что написано в Библии. Шумерский миф, он просто очень похож, очень похож. Там и постройка ковчега, и загрузка ковчега, и вот шумерский Ной, вот напишите, он получает непосредственно предупреждение, непосредственно от Бога получает предупреждение, что ты давай, давай собирайся. Но он и дополняет Библию, вот потому что, вот как здесь описание потопа, там в шумерском мифе страшное описание потопа. И поведение богов, которые во время потопа воют от страха. Боги воют. Что-то это кажется по другой части, не боги, но действительно так бесы воют. И вот этот шумерский миф, это миф о Гильгамеше, конечно. Я Гильгамеша очень люблю, он такой совершенно замечательный шумерский Геракл. Он антибесовский миф-то, по характеру антибесовский. И поэтому вот это вот описание самого, описание потопа, как боги унижены, как они раздавлены, как они воют от страха. Вот перед волей Творца, такого Библии нет, такое есть у шумеров, это дополняет. Это дополняет наше представление об этих событиях. А поступает он там с ними, Гильгамеш с богами, он грозится превратнику подземного царства ноги вырвать. Спокойно совершенно он уделал божественного быка, который послан, чтобы уничтожить город Ур и город Урук. Он без конца обижает, причем он ее с грязью смешивает, богиню Иштар, чтобы знала свое место. Какими словами он ее называет, а какими он ее называет словами. Значит, ну и вот там великолепное совершенно описание, как проходил потоп и реакция на него людей-богов, так называемых богов. Тех, о которых мы говорили на прошлой передаче. Тех, кто поступили с человечеством, с допотопным человечеством, как поступают уголовные паханы, повязали кровью и мерзостью, чтобы не было обратного пути. По шумерским представлениям, это было 35 тысяч лет назад. Геологически это совпадает, по-индийским тоже, кстати сказать, геологически это совпадает с межледниковым периодом, когда обнажился Берингов мост. Когда Берингов пролив стал Беринговым мостом на короткое время, и по нему проскочила группа людей в Америку. Суша обнажилась, да, а потом все залило водой и покрылось льдами. Вот так. 35 тысяч лет, это по индийскому шумерскому, 12 тысяч лет греки считали. 12 тысяч лет до нашей эры, примерно 14 тысяч лет назад. По греческим представлениям, это Девкалеонов потоп и гибель Атлантиды. По Платону. Платон именно на это время назначает, на Девкалеонов потоп назначает гибель Атлантиды. И несколько слов хочется сказать о Девкалеоновом потопе, потому что это единственный источник, где более конкретно указано на причины потопа. Там Зевс пришел к царю Ликасу, и его угостил, царь угостил блюдом из потрохов, в которые были подмешаны потроха его сына. Ну, Зевс, конечно, есть это не стал, сына воскресил, как положено, воссоздал. Но хмурый вернулся на Олимп, а потом все это смыл, предупредив заранее Девкалеона, что, мол, ты давай спасайся. Вот и Девкалеон и жена его Пирра таким образом спаслись. А потом они по предложению Гермеса кидали камни через плечо, кости земли. Пирра из камней делал таким образом женщин, а Девкалеон делал мужчин. Прошло заселение. Но это нам не интересно. Нам интересно вот что. Людоедство. Ритуальное людоедство. Предложение Богу совместной трапезы с каннибализмом. Совершенно, абсолютно бесовская затея. Это было повсеместно. Вот то, что мы говорили о самом-самом-самом возникновении веры в богов, вот у всех народов так. Без исключения. У всех народов так. Мерзость на мерзости. Причем такие мерзости, от которых, ну, просто вот современный человек содрогается. Содрогнулся и Зевс в мифе о Девкалеоне. То есть, это вот отторжение. Это полное неприятие. Отторжение другой чуждой злобной природы. Которая, к сожалению, есть эта реальность. Она есть, эта природа. Но вот что пишет... Я вот листочек-то и приготовил для этого. Что пишет старина Геродот по поводу Девкалеонова потопа. Я процитирую точно. Извините, он такой. Геродот, он такой. Он обязательно расскажет чего-нибудь. А потом приведет пример из того, что он знает лично. Поэтому все претензии к Геродоту, они ко мне. Леокаон, царь. Леокаон. Царь Леокаон. Принимал Зевса. И угощал его человеческими потрохами. Потоп не достиг своей цели, поскольку кое-кто из парнассов переселился в Аркадию и продолжил там Леокаоновой мерзости. До сего дня Зевсу Ликийскому приносится в жертву мальчик. До сего дня это до пятого века до нашей эры. Вот. Она какая просвещенная классическая Греция. Вот так вот выглядел настоящее, неприглаженное язычество. Афродиты, Зевсы, Ермесы. Приносится в жертву мальчик, чьи внутренности перемешивают с внутренностями животных и варят суп из потрохов. Потом этот суп съедает толпа пастухов на берегу ручья. Пастух, который по жребию съедал внутренности мальчика, должен был выть по волчьи, развесить свою одежду на дубе, переплыть ручей и стать оборотнем. Целых восемь лет он должен жить с волками. Но если в течение этого периода не ест человечины, то по истечении назначенного срока может вновь переплыть ручей, взять свою одежду и вернуться к людям. Не так давно житель Парнаса по имени Дамарх провел с волками восемь лет, вернулся к людям и на десятый год упорных занятий в гимнасии победил в кулачном бою на Олимпийских играх. Вот так вот. Он такой вот Геродот, замечательный, очень с любопытным взглядом, много нам что-то сообщил. Там он рассказывает про царя Леонида, про фермопильские ущелья, потом тоже перескакивает. А я был вот недавно у памятника царю Леониду, видел этого льва и прочитал строки. Там написанный приводит эти строки. Сергей, небольшой комментарий к тому, что мы услышали. Я не совсем понимаю, это правда или это какая-то сказка. Геродот говорил так. Я не обязан верить всему, что я пишу, но я обязан донести до вас все, что я слышал. Вот я вам процитировал его почти точно. То есть он сообщает, Геродот сообщает нам все, что знает по данному предмету. Но если он пишет до настоящего времени, и если он упоминает имя Дамарха, который был людоедом, а потом стал олимпийским чемпионом, надо верить. Греки жили по олимпийским играм, они время отчитывали по олимпийским играм. Олимпийского чемпиона знала вся Греция, вся Эллада знала. Когда он, олимпийский чемпион, победитель на играх, возвращался в город, свой родной, его вносили через пролом в стене. А потом этот пролом заделывали, чтобы победа не ушла из города. И он дальше мог ни о чем не забыться. Он мог жить в роскоши всю оставшуюся жизнь. Ему устанавливали памятник. И в Олимпии, и на родине. Останавливали олимпийскому чемпиону. Так что вот нет, все, что касается Олимпиад, Геродоту надо верить. Потому что это имя олимпийского чемпиона. Ну, нельзя. Нельзя. Это сродни богохульству. Что-то там слукавить по поводу великого Дамарха. Увенчанным лавровым витком. Вот так вот. Нет, это не сказка. Это не сказка. К сожалению. Вот оно было такое. Оно все это было такое. И вот по греческим источникам у нас дата всемирного потопа. Это 12 тысяч лет до нашей эры. Где-то так вот, 14 тысяч лет назад. Когда утонула Атлантида. А по китайским где-то порядка тоже 30 тысяч лет. Я в китайском летоисчислении немножко запутался. Когда пытался выяснить. Там культурный герой пытается остановить потоп. Там не Ной спасается. А культурный герой пытается потоп остановить с постройками дамб. Ну, а как же. Надо же. То ли Юй, то ли Гуй. Забыл, честно говоря. Давно это читал. Там перекликается с мифом о Прометее немножко. Он тоже у богов украл божественную землю. Сильно напоминающий цемент. И вот при помощи этой земли строил дамбы. Пытаясь остановить всемирный потоп. Значит, у инков предупрежденная семья спаслась на высокой горе Вандах. Причем это указано было на какой горе спасаться. И она, эта семья, видела, как поглощается водами земля, как гибнут люди. А гора, на которой они спасались, росла. Когда подступали воды к самой пещере, гора росла, росла, поднималась, поднималась. Потом, когда слынули воды, гора опять уменьшилась. И они спустились, стали жить. Кстати, очень хороший персонаж. Персонаж Кецаль Катль пернатый змейный утопил всех. Он из всех богов Южной и Средней Америки наиболее этичный, что ли. Ну, человеческие жертвы ему тоже приносили, конечно. Но там боги ужасные. Американские боги жуткие все. Вот в чистом виде бесы. А Кецаль Катль так немножко еще носит такие вот. Что такое хорошо, что такое плохо в его представлениях. Иногда совпадает с нашими представлениями вот так. Кстати, он бородатый. В отличие от всех безбородых индейцев, он бородатый. Инки были бородатыми тоже. Вот природные, собственно, инки. Рыжими и бородатыми. О допотопных цивилизациях. О том, что дошло ли что-либо до нас с допотопных времен. Прежде всего о людях. Библия не оставляет нам ни единой лазейки. Лазейки погибли все. Маленькая крохотная лазейка, в которую сейчас юркну и через нее продолжу рассказ, кроется только в одном. Погибло все, что было на земле. Погибло все, что было на земле. Если предположить, предположить, имеем право, да, что были цивилизации, а Библия нам говорит о том, что цивилизации были. Она впрямую про города говорит, про железо говорит Библия. Даже про искусство. Игра на музыкальных инструментах. Если исследовать Библию, цивилизация до потопа была. То должны были быть и корабли. И вот это единственная лазейка, уцелевшая на кораблях. И вот сейчас мы снова вернемся к началу нашего цикла, к той самой карте адмирала Перерейса. Если эти люди, которые нарисовали те карты, которыми пользовался адмирал при составлении своей, знали о существовании Америки, Антарктиды, Австралии, наверняка у них был очень хорошо развитый флот. Наверное. Но надо просто вот еще раз вернуться к самому Перерейсу. Кто он такой? Он пират. Он пиратский адмирал. Но главное это в том, что он картограф. Он картограф по призванию. Он искал. Он искал разные-разные сведения. И цель его была составить совершенную карту. Не найти древнюю карту и показать нам ее, донести до потомков. Чтобы все, ах, там, Антарктида. Это же надо. Нет. Он просто хотел составить самую лучшую, самую полную карту планеты Земля. На то время ее составил. И подарил султану. Чем он пользовался? Он пользовался тем, что, видимо, нашел в библиотеке Константинополя. Напомню, что Константинополь всего 50 лет ко времени Перерейсом, как стал Стамбулом. Что такое библиотека Константинополя? Нам это сейчас очень трудно представить себе. Очень трудно представить себе. Достижение византийской цивилизации, которая тащила на себе груз почти трехтысячелетней непрерывной истории античного мира. Ну, вот представить себе, да, что вот идет непрерывно, непрерывно идет, значит, древнегреческая. Потом она рухнула. Потом она возродилась. Потом развелась древнегреческая наука. Потом наука эпохи эллинизма. Александрийская библиотека, которую сожгли грязные арабы. Может, чистые арабы. Не знаю. Не знаю, значит, как. Кстати, Александрийскую библиотеку сожгли, потому что по приказу. По приказу Калифа Амара сожгли. Если там то же, что и в Коране, то она не нужна. А если там то, что противоречит Корану, она вредна. Спалить ее. Там же хранились несметные сокровища знаний. А вторая по величине была Константинопольская. После Александрийской. Немногое то, что удалось спасти, из Александрийской перекочевало в Константинопольскую. Но все равно, я говорю, непонятно. Александрийская библиотека, а потом и Константинопольская, была тем, что правильнее было бы назвать Всемирной Академией Наук. Это был центр знаний, центр научных исследований. Всего и вся. Это было место хранения цивилизации. Ни один из средневековых университетов Европы сравниться даже в сотой доле не мог. И они признавали это тем, что было в Константинополе. Вот это досталось туркам. А к чести их, надо сказать, не спалили. Но потом разбазарили, конечно. Они относились-то... Так маленький пример только приведу, как они относились. Когда турки взяли Каир, уже освоенный культурными арабами. Это было в XII веке. Они его спалили. А потом, когда надо было где-то жить, ободрали пирамиды. Облицовку пирамид. Они же сверкали. Они были гладко отполированными, пирамиды. Не такими, как сейчас. И покрыты были иероглифами. Они были сами по себе библиотеками. Вот эти пирамиды. И вот это все пошло на постройку средневекового Каира. То есть они поступили примерно так же, как просвещенные европейцы поступили с Колизеем. Средневековый Рим отстроен из блока в Колизее. Который до сих пор стоит. Не разобранный до конца. Ну, так вот. Но когда был жив перерейс, все было еще очень-очень свежим. Очень свежим. И вот эти сокровища... Он сам утверждал, что пользовался картами времен Александра Македонского. Датировать, что они были от Искандера до Уругова. Так они звали Александра Македонского. Он не мог, конечно. Но у него в руках было что-то очень и очень древнее. А кроме этого у него были карты Колумба. Причем он сам об этом писал. Он написал книгу. О том, как он карту это составлял. У него были карты Колумба. Причем те карты, которыми Колумб пользовался перед плаваниями. Колумб плыл не на пустое место. Он ошибся маленько с диаметром земли. Но так он плыл не на пустое место. Он шпарил, он зная куда. А потом очень долго пудрил мозги испанцам и португальцам, уверяя, что открыл Индию. Сейчас доказано, что он это делал умышленно. Что он знал прекрасно, что он открыл и куда он попал. А про Индию он... Дело в том, что ему полагался... Титул вице-короля всех открытых им земель. Этот титул он собирался передать сыну. И карты он собирался передать сыну. Вот, открытого. Основать династию не получилось. Сын потом судился с панкой короной. Но ничего у него из этого путного не вышло. Так вот, эти карты были в распоряжении Перерейса. Все лучшее, что достигло человечество к тому времени, у него было в его распоряжении, действительно создало лучшую карту. На наше счастье, карта уцелела. В фрагментах, конечно. Но подлинная. Подлинная карта. Именно карта 1513 года. Вот. И то, что на ней отдельные моменты. А, кстати сказать, вот то, что я говорил о том, что там Антарктида срослась с Америкой, в последующих вариантах он исправил эту ошибку. Но они дошли в перепечатки, в перерисовки. Вот последующий вариант. Там у него был уже Магелланов пролив на последующих картах. Он работал. Он просто работал. Он создавал и создал. Лучшая карта того времени. Да, там на отдельных фрагментах видно Антарктида безо льда. Можно, вернее, при большом желании узнать очертания побережья. Но это не самое удивительное. Далась она всем Антарктидам. Можно угадать, можно не угадать. Можно оспорить это, в конце концов. Но Австралию-то не оспоришь. Австралия-то там есть. Правда, она с Антарктиды срослась. Но это Австралия. За сто лет до открытия. До первого посещения европейцами. Даже не открытие, а до первого посещения европейцами. Австралию. Они приблизили к берегу. Дали самые первые описания. Вот, этот никуда не денешь. И точность побережья, точность прорисовки побережья Америки, Южной Америки и Северной. И Анды в глубине Америки. Довольно точно показаны. Вот где загадки. Подлинные загадки карты Перерейса, которые, в общем-то, скажем так, с 60% долей уверенности позволяют сказать. Он рисовал на основании карт более высокой цивилизации, чем существовала на планете Земля в XVI веке. Самое интересное, что об этом же сказал оптинский старец Нектарий. В 20-х годах прошлого века к старцу Нектария приезжал молодой московский врач Сергей Алексеевич Никитин, впоследствии епископ Стефан. Беседуя с ним, старец Нектарий сказал следующее. Теперь совершенно необоснованно считают, что эпоха, пережитая родом человеческим в предпотопное время, была безотрадной, дикой и невежественной. На самом деле культура была тогда весьма высокой. Люди многое что умели делать, предельно остроумные по замыслу и благолепные по виду. Только на это рукотворное достояние они тратили все свои силы тела и души. Все способности своей первобытной природы они сосредоточили лишь в одном направлении – всемирном удовлетворении телесных нужд. Беда их в том, что они стали плотью. Вот Господь и решил исправить их однобогость. Он через ноя объявил о потопе, иной сто лет звал людей к исправлению, проповедовал покаяние перед лицом гнева Божия, а в доказательство правоты своих слов строил ковчег. И что вы думаете, людям того времени, привыкшим к изящной форме своей цивилизации, было очень странно видеть, как выживший из ума старикашка сколачивает в век великолепной культуры какой-то несуразный ящик громадных размеров, да еще проповедует от имени Бога о грядущем потопе. Смешно. Наверное, многие наши радиослушатели читали эти строки в житие Иросхимонаха Нектария, но кто не читал, тому, наверное, интересно это услышать. — Эти люди, конечно же, плавали по всему миру. Люди, оставившие такую карту, иначе зачем она им была нужна? Конечно, они знали, куда плавали, и плавали еще более высокими знаниями. Есть следы и более высоких знаний, чем просто знания о планете Земля. — Например? — Ну, великая пирамида, например, в которой зашифрованы в пропорциях соотношений, соотношений, не ручаясь за точность, площади, основания, высоты и сторон, зашифрованы соотношения между расстоянием от Земли до Луны, диаметром планеты Земля и окружностью планеты Земля. — Их строили, несомненно, древние египтяне, которые мы знаем, правда, не так, как навешали лапшу на уши египетские жрецы в старине Геродоту. Он нам рассказал, как они строили. Отец истории Геродот. — Ну, они его обманули. Они знали правду как, но строили немножко по-другому, чем они рассказывали Геродоту. Поэтому у нас в учебниках гигантские блоки там тащат под бичами на салазках рабы. — Ну, строили немножко по-другому, их не так. Вот сейчас открыто, как это строили. — Ну, там были люди, которые знали, обладали древними знаниями, а египетские жрецы много знали. — Они действительно очень много. Они были носителями каких-то тайных древних знаний. Это несомненно. Но наука была эзотеричная. Они не открывали ничего непосвященным. Поэтому они и собрали Геродоту из любви к искусству и по традициям своим. Нечего ему там. Это для посвященных. Вот много, очень много чего знали. Потом, опять же, пирамида. Она, как я уже сказал, была гладко отполирована. Некоторые были двухцветными, красно-белыми, розовыми. И они были покрыты письменами. Они были покрыты с верхушки до основания. Были покрыты письменами. Они что-то сообщали потомкам. Ну, не строят таких гробниц. Ну, незачем строить такие гробницы. Совершенно ни одной причины нет строить гробницы вот такие гигантские. Пирамиды были построены после потопа. А есть ли на Земле какие-нибудь здания или остатки зданий, которые были построены до потопа? Мы не знаем. Это надо поискать в горах где-то. Предположительно, это может быть. Может быть, нет. Может, да. Может, нет. Знаки на плато Наска в Америке. Их не удается никак датировать. Почему я говорю положительно? Потому что их не удается датировать. Датировки не поддаются никак. Нет никаких способов, которые мы можем точно указать. Официально считается, что эти знаки в долине Наска, плато, горное плато, были оставлены цивилизацией Наска. Это 500 лет до нашей эры и 500 лет нашей эры. Вот там тысячу лет существовало это цивилизация. Довольно развитая. Довольно развитая. Но не можем мы соотнести. У нас нет никаких инструментов, чтобы датировать вот эти... Потому что там горные породы. Но они покажут миллионы лет. Ну и что? Доступными способами нам какими-то. Бальбекский космодром, так называемый, это очень сомнительная штука. Возможно, естественное образование. Да скорее всего, естественное образование. Нет, но потом, если он надежно, он смыл все. Вот единственное, где мы можем искать, и искать достаточно, если хотим найти допотопное что-то, вот материально допотопное, это дно океана. Это шельф вокруг островов, которые когда-то до потопа были вершинами гор. И я вот так немножко сейчас попредсказываю чуть-чуть, когда помру, а это сбудется, вот тогда вот я и посмеюсь. Но это, простите, я пошутил, не очень удачно. Значит, если Атлантиду откроют, ее откроют вокруг Канарских островов. А там должны быть сооружения. Вот там, на шельфе, вокруг Канарских островов, должны быть сооружения допотопной цивилизации. Но ведь понимаете как? Море укрывает надежно. И если на небольшой глубине, рядом с берегом, это доступно даже околангисту, это доступно даже мне, простому скромному дайверу. Я люблю очень нырять с маской. И я находил на Черном море, недалеко от Евпатории, развалины находил. Потом выяснял, да, действительно, там их и без меня знают, вот эти развалины. Но глубина уже в 500 метров недоступна, в 200 метров почти недоступна. То есть, там можно обнаружить сооружение, но производить какие-то раскопки примерно так же дорого, как где-нибудь на Луне. Океан молодец, он хранит это все. А потом, ну что, опять же, пользуясь просто возрастом, могу сказать, привести опять слова моего любимого места из апостола Павла, из первого послания к Коринфянам. Здесь мы все видим, как сквозь мутное стекло. А там узнаем все. Вот за чертой, когда перейдем, когда помрем, мы все узнаем. И все узнаем и про потоп, и про допотоп. И будем видеть лицом к лицу и познаем все, как мы познаны. Это уже прямая цитата из апостола Павла. Он пытается объяснить, не лезьте, не лезьте, что нам здесь на земле. Ныне пребывает с нами вера, надежда, любовь, из которых любовь главнейшая. Вот мы вот в этой плоскости, а потом узнаем, что там любопытство, во что хотим проникнуть. Но хочется, хочется уже сейчас как бы что-то узнать. Ну вот, опираемся на факты и на Библию. Вот для чего мы, собственно говоря, сейчас с Ильей Сергеем мы говорим тут. Я заранее прошу прощения у всех радиослушателей. Эта передача не богословская и не историческая. Это где-то на стыке. Богословие, история и фантазия. Так и принимайте это. Если вы возмутитесь тем, что вот, а как же так вот там написано, а такой-то из отцов церкви сказал, вы просто в голове у себя вспомните одно коротенькое словечко. Сказка. Вот сказка, ложь, а в ней намек. Имеем право. В этом плане имеем право. Мы не имеем права врать. Мы не имеем права говорить, вот так это было и все. Вот так оно было. А все остальные ошибаются, заблуждаются. А вот я прав. Вот этого мы не имеем права так говорить. Предполагать, вот подчеркнув, что это предположение. Мы имеем право. Господь не запрещает нам этого делать. Так что остались знания. Непонятно, откуда взявшиеся. Остались легенды. Легенды крайне интересные. И в эти легенды пытаются в наше время пробиться и ученые, и фантасты, и крестьяне. Всем вам известный Толкин. Да? Он туда, он в эту область лезет. Они же с Ильюисом, которые хроники Нарнии, они были друзьями и поставили себе целью возродить христианскую художественную литературу, христианскую сказку. Но дальше пошли разными путями. Немножко разными путями. Кто был прототипом гоблинов и троллей, мы с вами уже выяснили. А кто был прототипом эльфов? Ну вот. Вот я к этому, собственно говоря, и веду. Вот эти самые доподобные люди. Вот эти уцелевшие. Невероятно чужие послепотопным людям, иногда делящиеся знаниями, иногда делящиеся знаниями. У всех древнейших народов Земли, а древнейшие, я говорю, это египтяне, это шумеры, это индийцы. Есть легенды о богах, приходящих в деле, о богах-культуртрегерах, о богах, которые учат чему-то, приходят и учат чему-то совершенно реальному. Гор, тот, вишну, Один. Типичный такой бог-культуртрегер у скандинавов, да? У индийцев Веракочи. Хотуматва. Кецалькатль. Конечно же, Кецалькатль здесь, боги-культуртрегеры. Они остаются богами. Вот сказки. Сказки древнейшего, известного нам автохтонного населения Европы, кельтов. Сказки об эльфах. Альфы первые. Альф. Первые, древние. Издревле славные люди, как в Библии. Ну, вот они. Вот они. Кстати, вот эти заостренные уши, вот немножко можем поговорить по заостренных ушах чуть-чуть, а делаются очень просто. Я как-то на уроках это показывал ребятам. Берется клипса, прищемляется верхушка уха. Почему бы не быть такому обычаю? И вот получается острое ухо. Значит, инки, о которых я уже упоминал, они делали себе в мочке уходырочку. Вставляли туда палочку. Когда ребенок подрастал, палочка делали больше, 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 больше. В конце концов, она превращалась в огромный диск, символизирующий солнце. А если этот диск деревянный вытащить, деревянный, позолоченный диск, знаешь, должен быть легким. Если этот диск вытащить, ухо повисает, как у спаниеля. Вот вам длинноухие. Вот вам длинноухие острова Пасхи. О них я еще поговорю впереди. Может быть, сегодня. Значит, но вот эти стойкие-стойкие обычаи делать что-то с ушами, обозначая свою причастность, этническую причастность, принадлежность к какому-то народу, это древнейшая традиция. Крайне древняя традиция. Ну, опять же, в пределах сказки, фантазии, я считаю инков потомками. Я считаю инков потомками до потопного населения планеты Земля. Вы упомянули о Канарских островах, которые вполне возможно являются остатками затонувшего материка или большого острова Атлантиды. А жители Канарских островов, они имеют какое-то отношение к Атлантам? Первоначальные, которых застигли европейцы в самом начале 15 века, чуть раньше еще были контакты. Да, Гуанчи. Один из самых загадочных народов планеты Земля, Гуанчи. Как, собственно, и Айны, Сахалины, Японских островов. Но с Гуанчами с ними все гораздо более ярко. Они не смешались с азиатами, вот в чем дело. Их не задавил могучий монголоидный ген. У Айнов мы видим их первоначальный облик редко. Он как бы выскакивает, рецессивный задавленный ген, и рождается, ну вот, ну, совершеннейший, абсолютный европеец. Не совсем европеец. Вот что прекрасно, не совсем европеец. Представитель вот какой-то очень древней и очень красивой расы. Красивой с нашей точки зрения. Французов, потом португальцев, потом испанцев, которые первыми посетили Канарские острова. Поразила именно красота Гуанчей. С их европейской точки зрения красота. Европейская красота. Светлокожего, голубоглазого, блондинистого населения Канарских островов, свыше двух метров ростом, могучего телосложения и обладающих языками, аналогом которых на плодите просто нет. А подтягивают современные исследователи под берберские языки, не получается. Ну, не получается, но не берберы. Кто-то другой, кто-то совсем другой. Кто? До нас дошли мумии. По воссозданию антропологического типа, кроманьонцы. Очень похожи. Да просто, да дрожи похожи на кроманьонцев Европы, на сорокатысячников. Кроманьонцы. Вот так они выглядели. Не звероподобные какие-то там, прыгающие на полусогнутых ногах, а двухметровые красавцы. И красавицы. Голубоглазые, обладающие письменностью, которая не расшифрована и никогда, видимо, расшифрована не будет. У них были несколько видов письменности. Все до нас дошло. Ничего понять не можем. Сломал зубы даже такой зубр, как Юрий Кнорозов, гениальный историк, этнограф, дешифровщик. Лучший на планете специалист был. В 99-м году умер он. По расшифровке древних языков. Брался он за письменность гуанчей, опустил руки. Ничего не вышло. Буквенное письмо, отдаленно-отдаленно напоминающее Критомикенское. Это линейное письмо А. Не расшифрованное тоже, кстати сказать, тоже не прочитанное нами. Язык надо знать, мы языка не знаем, когда занимаешься с буквами. Иероглифы есть, есть иероглифы. Есть пирамиды, ступенчатые пирамиды у них. Очень похожие на пирамиды ацтеков. Мумии по тому же рецепту, что мумии инков сделаны. И какая-то странная, фанатичная установка не смешаться с пришельцами. Отторжение пришельцев. Можно дружить, можно торговать, можно контактировать как угодно, но вот ни в коем случае не дать себя подчинить. И гуанчи были истреблены по одной единственной причине. Они оказывали совершенно бешеное сопротивление. Вплоть до самоубийства, там, родового самоубийства, когда бросались целыми родами, бросались со скалы, разбивались. Народ не знал мореплавания. Но плавали они, как дельфины. Они переплывали. Расстояние между Канарскими островами вплавь преодолевали. Легко преодолевали. Лодки не знали. Странно, да? Это явно говорит о том, что они туда попали не по воде, а жили там изначально. Жили горные пастухи, может быть. Согласуясь Библией, нам можно предположить, что это пастухи, которые переправлялись на каком-то судне откуда-то куда-то. Похоже так, потому что вот в этом месте от Канарских островов к Южной Америке, Центральной Америке, идет очень удобное течение, которым, кстати, воспользовался Колумб, а потом воспользовался великий Турхи Ирдал, плавая на своей папирусной лозочке Ра и Ра-2. Два раза проплыл. Величайший этнограф XX века, конечно. Великолепный человек. А потом от Южной Америки через океан, через Тихий океан тянется еще путь. Путь в Полинезию, где тоже следы мы такие можем найти. Первый из них вот на острове Пасхи, Рапануи. Такие вот отметины, отметинки той древней протоцивилизации осколочки. К ней же можно отнести странный народ, очень странный народ. Гончий, очень развитое овцеводство, селекционное, виноградарство, селекционное, отсутствие лодки при этом, и невероятный совершенный язык свиста. Вместе с обычным человеческим языком, с произведением звука, у них был еще язык, не открывая рта, язык свиста. Тихий свист на близком расстоянии. Вот губы не шевелятся, при помощи свиста они болтали. Частично уцелел, кстати сказать, этот язык. И с трудом верится, но буквально мореплаватели, которые посещали Канарские острова, описывают этот язык о том, что это были не сигналы, а именно болтовня, они разговаривали на нем, на этом языке, не раскрывая рта. И второй вариант, на расстоянии до полутора километров, они свистели пронзительно, используя пальцы, используя пальцы, прием этот сохранился на Канарских островах, то есть этот язык можно частично послушать и до сих пор в наше время, но опять же, на большом расстоянии они болтали, они переговаривались, не подавали сигналы, а переговаривались, разговаривали, как мы, словами. Но такие способы коммуникации это явно, для меня, не знаю, но для меня это явно следы чего-то невероятного, невероятно древнего. Язык, что, очень устойчивый, очень устойчивый, собственно говоря, языком в основном отличаются народ друг от друга, но такая, такая чужесть, вот такая вот чужесть в языке, посвести, мне посвести, мне посвести, это крайне интересно. Вот, и через океан от Гуанчей, Южная Америка, где с глубокой древности отметились вот эти вот следы, ну, во-первых, население Америки, население Америки, оно произошло от одной семьи, это генетики говорят, от одной семьи, проскочившей на оба континента, через Берингов мост, через Берингов пролив, который после этого захлопнулся, как ловушка, и расселялись они достаточно долго. Отсюда вот этот их очень устойчивый тип. Если вы видите индейца с бородой или с клочками растительности, знаете, это метис. У чистокронного индейца до Колумбова индейца борода не росла вообще. Никак. Никакая. Ни клочка. И вдруг среди этого населения возникает народ бородатый, народ светлокожий, народ высокий, народ рыжий и очень малочисленный. Он возникает, он появляется и несет какая-то группа, небольшая группа, взяла на себя культуртреггерские обязанности воспитывать. А при чем там ставилась задача, явно ставилась задача, стереть все, что было до, следы прежних цивилизаций, вот, и создать нечто совершенно новое по своему образу и подобию. Самоназвание империи Тавантин-Сою, мы называем ее империей Инка, наверное, единственное в древней человеческой истории, ну, относительно древней человеческой истории, искусственное государственное образование. Это государство, которое целенаправленно построили. Инки построили государство, в котором, как они считали, должно было жить хорошо всем. Инки пытались построить государство справедливое. Правители империи Тавантин-Сою, их, собственно, было 200 человек всего-то, бородатые белые инки с оттянутыми ушами, с огромными оттянутыми ушами, как я уже говорил, с солнышком в мочке уха, пытались создать справедливое общество без, как сказали бы марксисты, эксплуатации человека человеком. Ну, правда, применяли человеческое жертвоприношение, там, все эти штуки, пароли нещадно за отсутствие справедливости, но об этом мы поговорим, наверное, в следующий раз, а сейчас мне очень хочется упомянуть еще одних существ, которые пережили потоп, просто ради справедливости ингской хочется сказать о дельфинах, о животных, которые, как сказал один из исследователей этих странных, очень странных существ, Джон Лилли. Я ночью провел рядом с умирающим дельфином и понял, что это не животное. Они говорят с помощью ультразвука, не только, у них обычный звук переходит в ультразвук, выглядит так, ух, ух, я это много раз слышал, как они говорят, поэтому вот и хочу вернуться, хочу все-таки о них сказать. Меня вот, когда я думаю о дельфинах, всплывает в голове фраза из Евангелия, что вы говорите, что вы дети Аврааму, воле Господа, из всех камней сделать детей Аврааму, не ручаюсь за точность в каждом слове, но ручаюсь за смысл. Вот дельфины, я считаю, что это один из щелчков человечеству по носу, не заносись, не гордись уж очень сильно, человек. Но это допотопные существа, да, это допотопные существа, невероятно умные, по-своему, невероятно умные. Это единственный, единственный на планете Земля зверь, животное, которое не требует приручения, которое подплывает, общается с человеком в диком состоянии, неукрощенное, дикое, подплывает, общается. Знаете, как их ловили недавно еще совсем, ну, как недавно, лет сорок назад, когда был в разгаре промысел дельфинов, бросали сеть, а потом в нее прыгали молодые матросы, и дельфины начинали с ними играть, потом сеть собирали. Невероятно подло человек поступает дельфинов, в отличие от дельфина, который поступает человеком всегда благородно. Так сложилась моя жизнь. Я очень люблю море, и в детстве я дружил с азовской морской свиньей, так называют азовскую популяцию дельфинов, морские свиньи, маленькие такие, полутораметровые, небольшие, заклывал подальше в море, вот, они подплывали ко мне, начинали меня оттутык, скользить по-моему, играть, играли. Мне, ребенку, это было нормально, я ничего не боялся, я точно, я ребенок точно знал, что никакой опасности, одно дружелюбие, одно только дружелюбие. Потом много читал о них, потом уже много читал о них, значит, и поразило меня, как на одном из здравов полинезии, племя, дружила со стадом дельфинов. В определенный день, в определенный календарный день, племя выходило в море по пояс, и к ним подплывало стадо дельфинов. Каждый дельфин к своему другу, и они начинали играть. Простодушные полинезийцы украшали дельфинов венками цветов, те вставали на хвост. Вот, это фантастическая картина, прям стоит там, у меня перед глазами. Многочисленные случаи спасения людей, многочисленные случаи спасения людей. Но, объясняют ученые, это очень просто. Человек, тонущий человек, очень похож на дельфиненка, который, по звукам поездовая ему, очень похож на дельфиненка, которого надо подталкивать вверх, чтобы он вдохнул воздух. Но это новорожденный дельфиненок, это же новорожденный дельфиненок. Поверьте, они спасают именно людей, именно людей. Это тоже загадка, которую очень хочется разгадать. Очень хочется разгадать. Но вот были ведь исследования, мы сейчас говорили об этом, были исследования. Денег не хватает в современной науке, чтобы исследовать как следует, по-настоящему исследовать дельфина. Дельфин, который побывал в неволе, возвращается. Он не таит зла. Он побывал в неволе, его подрессировали маленько. Он поразвлекал людей, потом выпустили в море. И он возвращается. Он возвращается нормально, совершенно. Более того, он штучкам, которые его обучили в бассейне, обучает диких дельфинов. Прямо этим фокусом, который парой выпрыгивает. Это научено, это уже людьми сделано. Так он там их обучает. Джон Лилли выделил более 300 слов в языке дельфинов. Джон Лилли уверял, но это не подтвердили, что они могут произносить слова, если сильно поднапрягутся человеческого языка, на английском языке. Не знаю, не знаю. Но вот этот их У, оно у меня до сих пор в шаг стоит. Испугался я в этом году, в прошлом году, в 16-м году. Мальчишки во мне не хватило. Когда я заплыл далеко-далеко, люблю заплывать далеко от берега, очень далеко. И высматривать на дне что-нибудь интересное, что-нибудь желательное такое, еще и артефактное. Потом ныряю, достаю, рассматриваю. Вот ругаюсь, выбрасываю, снова достаю. А для этого требуется раскинуть руки, дышать через трубку. И едва-едва шевелиться так это. И вот услышал я вот это. В воде голова опущена в воду. Мол, ты как? Помощь не требуется? Испугался. А я поплыл. Значит, не требуется. Но еще несколько раз услышал это. В детстве я бы остался лежать. И он бы обязательно подплыл. А это уже была не азовская морская свинья. Это была афалина. Это был черноморский дельфин настоящий. Настоящий, полноценный. Я не знаю. Мои друзья, они какие были полноценные, неполноценные. Мне казалось, полноценные. Ну, а афалина, это интеллектуал дельфиньево, китового мира. Это тот самый дельфин, с которым работал Джон Лилли. Вот мне о чем хотелось сказать. О допотопном населении планеты Земля, дошедшем до нас. Ну, что ж, дорогие наши радиослушатели. В следующий раз мы начнем наш разговор с инков. Поговорим немножко о мае, об ацтеках. Почему индейцы так хорошо приняли испанцев. За кого они их приняли. А сейчас мы заканчиваем нашу передачу. И по традиции на прощание стихотворение Николая Сильвестровича Голубоши. Кони. От запретов туманится взгляд. Стонут вольные чувства в загоне. Бьют копытами дерзкие кони. И в ночи беспокойно хрипят. Нас объездили. Участь горька. В хомуте под седлом с удилами. Только мыслим мы все-таки сами. Норовя обмануть седока. И покуда в хозяйском хлеву незабыты бескрайние дали, мы еще лошадями не стали. Убежим, если нас позовут. Кстати, интересный факт. На этом огромном пространстве обоих континентов, Северной и Южной Америки, ко времени появления там европейцев, не было ни одной лошади. Кроманьонцы истребили еще. Там они охотились на лошадей. Очень интенсивно охотились и всех выбили. Лошадей истребили люди в Америке. Вот потом они вернулись уже под седлом. И очень испугали индейцев. Ну, то чтобы это не надо преувеличивать. Индейцы это охотники. Охотник зверя не боится, даже если он и под седлом, и там так далее. Испугали совпадений. Многих совпадений пророчеств индейских. Вот это да. Ну, что ж, об этом мы и поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание. Напоминаю, что в студии радиостанции был редактор Илья Сергеев и писатель и историк Сергей Дмитриевич Марнов. Храни вас Господь. Вы слушали программу «О чем молчит Библия». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов. Телефон в студию. 8-495-950-6356 Телефон прямого эфира. 8-495-959-59-39 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok